Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Новый День. Спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и подписывается на канал. На даче. На даче Юра, тот, который с Леной, он прокаливает казан. Думаю, ну нормально так. Мало того, что они этот казан сами подарили, в прошлом году, по-моему, да, так они теперь сами и готовят. И не успела я об этом подумать, как Оксана это и выдала. Вы, мол, сами подарили, теперь сами тут и готовите. Ну что, действительно, очень странная ситуация. Звать гостей, как Оксана выразилась, на плов, но по факту сами гости этот плов и готовят. Ну куда это годится? И если Лена не показала то, что морковь уже готовую, нарезанную, почищенную, понятное дело, вымуту принесли гости, то Оксана это показала, да. Да. Лена говорила о том, что все продукты купили они сами, а тут, оказывается, всё-таки не все продукты, да. Гости с собой ещё и продукты принесли. Я не представляю просто, неужели на самом деле вот этим самым гостям нравится именно так вот ходить в гости? Ну не знаю, так себе, конечно, удовольствие. Уже второй раз, по-моему, такое, да, происходит, что Лена и Оксана, ну вместе с мамой, да, предоставляют только дачу. А всё остальное, продукты, готовка и так далее, сервировка стола, это всё ложится на плечи гостей. Вряд ли, конечно, если бы я оказалась в такой ситуации, то я во второй раз пришла бы в такие гости, будем так говорить. А тут, видите, ну, наверное, людям нравится так. Возможно, им нравится, что их показывают во влоге. Возможно, им нравится какой-то такой вот своеобразный пиар. Не знаю я. Но канала, вроде бы, у них нет, поэтому коллаборация им вообще не нужна. Я вряд ли не знаю, что это такое. Ну, тогда вообще мне непонятен мотив. Ну, что это такое? Пришли в гости, сами приготовили. По-моему, ещё и сами посуду помыли за собой. Хотя, вроде бы, Оксана говорила о том, что мама всё убрала, мама всё мыла. Но, в любом случае, это делала не Лена. Лена к этому вообще никакого отношения не имеет. Лена снимала. Кстати говоря, Оксана тоже. Оксана так и сказала, мы помогаем тем, что мы снимаем это всё. Что-то вроде того, но мы же влогеры. Влогеры, влогеры, кто они там такие? Юра прокаливает казан. Юра готовит плов. Юра делает всё. Ну, что сказать? Ну, неужели эти самые хозяева этой самой дачи не могли прокалить казан? Они вообще, скажу больше, этот казан оставили на всю зиму где-то под открытым небом. Ну, или, как сказала бы Лена, под открытой крышей. И без всякого, да. Так, казан уже и ржавый был, и какой-то вид у него был неприглядный. Но, кое-как мама смогла отмыть. А вот Юра нашёл более простой и действенный способ. Он решил прокалить казан. Ну, что сказать? Сам подарил, теперь вы сам заморачивайся с этим самым подарком. Ну, что сказать? Всё по классике жанра. Инициатива наказуема. Ну, Оксана, вы знаете, заявляет, что она не просто так снимает. Она снимает с тем, чтобы потом это всё пересматривать и тем самым научиться готовить плов. Кто говорит, у неё всё каша, да каша получается. Честно сказала, молодец. Лена-то никогда не признается, что у неё каша получается вместо плова. А Оксана, да, молодец. Сказала правду. И более того, она собирается готовить плов до день рождения папы. Вот Лена об этом вообще не думала. А Оксана, видите как, она помнит обо всех днях рождения. Она очень любит папу своего. Ну, если этого мужчину, конечно, можно звать папой. Хотя, знаете как, отец не тот, кто, так сказать, родил, а тот, кто воспитал. Поэтому, наверное, в качестве благодарности, да, вот Оксана так вот относится к нему с трепетом. Она и на маму больше внимания обращает, чем Лена на маму внимания обращает. В общем, да, Оксана к своим родителям как-то вот больше повёрнута лицом, чем Лена. Лена всё больше спиной к ним повёрнута. А Оксана продолжает, говорит, я слушаю во все уши, как готовить надо плов. Ну, ты слушаешь во все уши, это как вообще? Ну, ладно. Я знаю выражение «бежать со всех ног», да. А слушать во все уши, ну, наверное, есть и такое выражение, я не знаю. Но, опять же, если Оксана снимает, то есть это какое-то действие, правильно? Что же Оксана тогда слушает? В общем, да, как всегда, Оксана выражается крайне странно. Можно сказать, смотреть во все глаза. Да, вот это было бы более правильно. Вот я смотрю во все глаза, как надо готовить плов, потому как я хочу научиться и повторить точно такое же приготовление этого самого плова. Но, опять же, Оксана остаётся с собой. Она верна себе. И её не всегда можно корректно понять, потому как она не всегда корректно выражается. Ну, а мама чем занимается? Тем, что она точит тяпку. Ну, где папа? Просто непонятно мне это. Вот Оксана косит, мама тяпку точит. Где их мужчины? В очередной раз задаюсь я подобным вопросом. Но ответа на этот вопрос нет. Оксана говорит маме, что в холодильнике любимая мороженая мама с ягодками. То есть, Оксана мало того, что знает, какое любимое мороженое у мамы. Она его ещё и купила, и привезла, и в морозилку его поместила. А вот интересно, Лена знает, какое маминое любимое мороженое? Думаю, вряд ли. А если и знает, то никогда не купит. И не порадует маму этим самым мороженым. Ну, Оксана никак не может угомониться относительно этого самого фикуса, который она спасла. Говорит, растение. То этот фикус она называет деревом, то растением. Растение, ну, что сказать. Значит, растение с кучей земельки. Так и стоит, заявила Оксана. Но если куча, то уже земли, а не земельки. Потому как её много, да, то земли. Нет, с кучей земельки. И, кстати говоря, о растениях. У Оксаны случилась беда с её орхидеями. Один горшок упал и разбился. Горшок с орхидеей. И ей пришлось идти в магазин и покупать новый горшок. И вот она собирается какое-то время некоторые свои орхидеи перевезти на дачу. Уже там три, по-моему, горшка перевезла. А вот это вот большое растение, этот самый фикус, она собирается везти домой. Говорит, Юра будет рад. Могу себе представить безграничную радость Юры относительно того, что у них будет теперь ещё и фикус в доме. Я не думаю, что Юра особо рад орхидеям, а тут на тебе фикус. Радуйся, Юра. Хотя, в принципе, этот самый фикус можно поместить в комнату для обрядов по BTS. Можно ведь? Можно ведь. Юра собиралась с Оксаней целую комнату выделить для обрядов по BTS. Так что фикус там, я думаю, как раз придётся, так сказать, ко двору. Надо же эту комнату хоть чем-то оживить, а то какие-то обряды там Оксана проводит. Пусть и много зеленушки будет в комнате, всё повеселее будет её обряды по BTS проводить. Ну, согласитесь. Хотя, что там за обряды по BTS могут быть, я не знаю вообще. Юра как скажет что-то, а Оксана ещё и подтвердит. В общем, да, они друг друга стоят. Два сапога – пара. Фигура там, фигура здесь, заявляет Оксана. Оксана – фигура тут, фигура там. Ну, опять же, это Оксана. И она своеобразна. Она точно так же, как и Лена, слышит звон и не знает, где он. И, кстати говоря, собирается на клубнику есть точно так же, как и Лена. Со сметанкой и с сахаром. Но не будет она ни в коем случае делать сметанный крем. Лена-то этого не делает. Поэтому и Оксана тоже не будет делать этот крем. Она просто отдельно сахарком присыпет эту самую клубничку, потом просто сверху добавит сметанки. Не знаю, насколько этот вариант хорош, но всё-таки желательно было бы приготовить сметанный крем. И в этот крем уже класть эту самую клубнику. Всё вкуснее будет. Ну, а Лена, когда резала, да, она что-то резала, какие-то овощи на даче для этого самого плова. Уж не помню я что, но что-то резала. Мелочь какую-то, то ли зелень какую-то, то ли что-то ещё, но не суть. Суть в том, что Лена говорит, резани тайским ножом, Юра. Ну, попробуй, насколько хорош тайский нож, Юра. Резани. Кстати говоря, мне вот это вот её резани очень резануло в уши. Но Лену ничего не смущает. Резани она, просит Юру. Дома она, когда была, Лена, она сказала, я сейчас жарану курицу. Ну, что сказать. Оксана, кстати говоря, да, она не отстаёт от своей сестрички. Оксана тоже должна хоть как-то, но сказать подобное. И она говорит, я мазанула мёд на хлеб. Ну, что это такое? Ну, разве это хорошо? Разве это красиво? Разве так говорят? Но, видите как, Оксана считает, что всё то, что говорит или делает Лена, это всё правильно. И скажу больше, это лучший вариант. Поэтому Оксана всё за ней старается и повторять. Она вообще не думает своей головой. Она не имеет никакого критического мышления. Она не даёт себе отчёта в том, что, ну, по крайней мере, глупо уже подражать во всём Лене. Надо как-то вот быть собой, стараться иметь своё мнение. Ну, и так далее, и так далее. Свои какие-то слова и выражения использовать. Нет, она всё повторяет вслед за Леной. Ну, какой-то кошмар. Вот честное слово. Хотя, вы знаете, зря я так. Вот у Оксаны есть её такое вот отдельное, особенное слово. Это слово сельдорей. Да, через «э». Сельдорей. Я когда услышала сельдорей, думаю, да. Колесниковой говорили фанера. Ну, а Оксана сельдорей. Причём Юра нормально произносит слово сельдорей без всякого. Но у Оксаны, видите, сельдорей. Ну, и вряд ли, кстати говоря, Лена будет повторять вслед за Оксаной этот самый сельдорей. Очень вряд ли. Юра готовит какой-то суп, такой, который он готовит впервые в жизни. Суп-пюре, чурба. И говорит, вот, мол, надо добавить плавленый сыр. Всё, Оксана говорит, давай поменьше плавленого сыра, не надо так много. Но, опять же, я предполагала, что плавленый сыр в этом супе должен разойтись. То есть, никаких кусочков плавленого сыра в супе быть не может. Ну, Оксана говорит, да, ей попадается плавленый сыр в супе, в тарелке супа. То есть, получается, плавленый сыр не разошёлся в кипятке в этом самом супе? Очень интересно, как это возможно? Или Юра что-то неправильно сделал, или плавленый сыр не очень хорошего качества. Ну, или ещё по какой-то другой причине. Плавленый сыр не распустился весь в супе. Ой, ну, у Оксаны очередная беда. У неё орхидеи поубивались. Вы знаете, я сразу представила такую картину. Орхидеи сами падают с подоконника и вниз летят и разбиваются. Там с какого-то там даже 10-го, 11-го. Поубивались у неё орхидеи. Ну, что сказать, Оксана выражаться не умеет. Хотя, возможно, как раз выражаться нецензурно она умеет, а вот выражать свои мысли правильно не умеет. Юра был в магазине, купил мясо. И вместо свинины он купил почему-то говядину. Ну, неужели Юра не знает, как выглядит свинина и как выглядит говядина? Ну, хотя бы по внешнему виду, по цвету. Можно было как-то, ну, хотя бы засомневаться, что ты покупаешь? Спроси у продавца, что это за мясо. Но нет, он купил говядину в полной уверенности, что он купил свинину. Но Оксана не растерялась, замариновала эту говядину и говорит, всё равно пойду на рынок за свининой или в магазин, куда она там сходит, за свининой. То есть шашлыка у них будет в два раза больше, чем предполагалось изначально. И говорит, я вам обещала показать футболочки и распаковывать нам какие-то там футболочки. Я так понимаю, что ей прислали из Америки в очередной раз. Две мужские футболочки, одну белую, вторую чёрную и одну розовенькую женскую футболочку. Ну, что сказать. Оксану кто-то одаривает вечно. Кто? Ну, это тайно. Но я так полагаю, что это сама Оксана себе заказывает где-то на американском сайте. И вот приходит её заказа. Она всё мне подарили. Мне подарили, кстати говоря, вот это вот пальто или что у неё там было, плащ какой-то, да? Будет она носить или не будет? Она так восхищалась, так ей это всё нравилось. Она примерила, прям крутилась, говорит, ой, как хорошо, прям по фигуре, всё здорово, всё классно. И оригинальный какой-то там пошив. И моделька такая классная. Ну, вот знаете, всё то, что Оксана нам презентует, так сказать, подарки из Америки, куда-то всё волшебным образом девается. То ли она отсылает обратно с тем, что не подошло, то ли не понравился внешний вид, то ли размер не подошёл, то ли перепродаёт. Но почему-то ни на Оксане, ни на Ване, ни на Лене. Мы этого всего не видим. То, что присылают Оксане, то для неё само, то для Вани, то для Лены. На маму иногда даже вещи бывают, да. Но мы этого всего не видим на её родственников. Непонятно, куда деваются эти самые вещи. Ну, вот таким получился у меня обзор влогов канала «Новый день». Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok